сегодня в перископе мема мода в париже зеленоградский шар как тебе такое илон маск ограбление французского банка сверх ректор сверх пятигорска канадско-норвежский спор о лосях смотрите прямо сейчас модные тренды часто обращают на себя внимание будь то эпатаж или какие-то необычные дизайнерские задумки мы с паша как бы вот два хороших веселых симпатичных парнях который как бы много умеют и как бы видом удались недавно темой для шумного обсуждения в сети стала неделя моды в париже голландский модный дом виктор энд рольф представил свою весенне-летнюю коллекцию платьев снимай платье на них изображены разные слоганы и интернет мемы к примеру фраза прости за опоздание не хотелось приходить или не фотографируйте пожалуйста в сфере моды же говорят о том что компания виктор энд рольф перешла на другой уровень потенциально вирусный вот так выглядят работы представленные в париже и и Прикупив такие платья, вы сможете просто молчать, а они будут говорить за вас. Мистер Ходн, жду ответ. Он нем, сэр. Бедологи отрезали язык. Он научил попугая говорить за себя. Непонятно как. Два года назад в Саратове произошел один инцидент. По федеральным каналам показывали сюжеты, где жители города снимались на камеру с огромными бетонными шарами, которые откололись от постаментов и с легкой руки горожан катались по всему городу. Мост. И вот шар. Мы видим, шар накатился вот насюда. Кто его катает, остается загадкой. В этом году, похоже, история случилась в Зеленограде. Местные жители стали сообщать о том, что по городу катается огромная елочная игрушка. Ну, такое ты не каждый день увидишь. Я подумал о самом безобидном. Она была установлена как дополнение к новогодней композиции. Изначально все выглядело вот так. Спустя время, кто-то из жителей отломал гигантскую игрушку и укатил ее. После этого, свидетели фиксировали присутствие шара в различных районах города. Посреди дороги, возле подъездов, на снежных горках. Один из местных снял видео, как пинает шар со словами «Я тот, кто первым пнул елочную игрушку». Я тот, кто первую елочную игрушку пнул. Судьба новогоднего шарика неизвестна. Пока что он продолжает курсировать по городскому ландшафту и часто становится объектом любительской фотосъемки. Ребят, Макдональдс – это же вредно. Да расслабьтесь, это прикол. Вон скрытая камера. Вон она. Вон она. Все, счастливо. А теперь пару слов о технологиях, или вернее о людях, которые их создают. В прошлом выпуске у нас уже мелькал Илон Маск. В этот раз мы поговорим о нем подробнее. Недавно основатель компании Тесла выложил в Твиттер собственную фотографию с огнеметом в руках. Очень напоминающий кадр из голливудского боевика. Скажите здрасте моему другу. Ну как? А дальше фантазия пользователей. Тут у нас и знаменитый Фоллаут. И лицо со шрамом. И, конечно, Шварценеггер с лирическими цитатами. Вот так мем «Как тебе такое, Илон Маск?» выглядит в действии. А как тебе такое, Илон Маск? На самом деле Маск этого и добивался. Он часто говорит о том, что любит разные интернет-мемы и сейчас дал пользователям повод для очередных фотошоп-баталий. Смело и очень смешно. Сначала электрокары, потом полеты на Марс, теперь мемы. И даже тут Илон Маск приковал к себе внимание. Ты космос, детка! И еще одна новость из Парижа. Мода закончилась, теперь о преступлениях. Прямо в центре французской столицы целых три часа грабили банк. Повесив табличку, закрыто. История такая. Утром в банк ворвались четверо мужчин в масках. Они обезвредили сотрудников при помощи какого-то спрея, а после повесили табличку «Закрыто». Такой ход позволил грабителям безболезненно целых три часа лазить по всему зданию. За это время они обыскали примерно 30 депозитных ячеек. Вызвать полицию работникам удалось только к полудню. На этот момент воришек и след простыл. Они уехали за полчаса до звонка правоохранителям. Примечательно, что здание банка находится недалеко от резиденции президента во Франции. Очень дерзкое ограбление. Новость о нем сейчас мелькает во всех СМИ. Преступников пока не нашли, а делом занимается парижское подразделение по борьбе с организованной преступностью. Похоже на сюжет фильма «Такси», не так ли? Правда, это не Деды Морозы и вовсе не банда ниндзя. Надеемся, что дело расследуют и найдут преступников. А заодно и узнают все детали того, как четверым людям удалось обвести всех вокруг пальца. Рубрика «Шапито» интернет-сайта «Медуза» продолжает радовать глаз. На этот раз заголовок публикации очень труднопроизносим. Так что сядьте поудобнее, смотрите прямо в центр экрана, сосредоточьтесь. Готовы? Внимание! Сверхректор сверхпятигорского сверхуниверситета написал сверхстатью про сверхпереход. Мы тоже ничего не поняли. Это была разминка «Дальше больше». В прошлом году ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов опубликовал в университетском издании научную статью с интересным заголовком. «Теперь сосредоточьтесь еще сильнее. На этот раз будет сложнее». Заголовок статьи гласит «Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода к сверхвсеинтегрированности, сверхвсесущностности, сверхвсесоциальностности, способе мышления, мировоззрения и тем самым к сверхвседисциплинарности и сверхвсеметодологичности, к сверхвсеконвергентности в науке и в подготовке кадров». «Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра». Никто ничего не понял, но давайте попробуем разобраться. Пользователь социальной сети Facebook Ольга Бурыкина, обнаружившая научную статью, попыталась узнать, о чем это, и прочла аннотацию материала. Но понятнее от этого не стало. Цитата. «По мнению автора, чрезвычайно высока необходимость скорейшего сверхвыхода общества знания и всего знания всей науки к их сверхвсемежинтегрированностной сверхвсесвязанности, сверхвсеконвергентности посредством сверховладения сверхвсезнаниевым, сверхвсеприродностным, сверхвсесистемностным сверхядром мироустройства и тем самым через сверхдостижение сверхвсеуровня всего присвоения обладания как такового». Деталь зарапортовался про размакропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, легорийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали. Автор публикации также приводит другие названия работ Александра Горбунова. Например, «Сверхтеория и сверхметодология всесоотнесенности как сверхпереворот в мышлении от разъединенного и раздробленного восприятия мира, мироустройства, к овладению его всецелостностью». Или вот такая – социально-преобразовательная сверхальтернатива, сверхперспектива для России и всего человечества как успешный сверхвыход из глубинного и глобального сверхкризиса. Одним словом, сверхученый на службе сверхчеловечества. Сверхсловом, конечно. На повестке дня спор между Канадой и Норвегией. В чем же они не нашли общий язык? Все просто. Когда-то давно, в 1984 году, в одном канадском городе Мус-Джоу установили статую лося. И установили не просто так, ведь лось – символ города. Он есть даже в названии. Мус переводится как лось. Статуя большая, почти 10 метров. Она сразу же получила необычный титул – самый большой монумент лося в мире. 31 год Канада держала этот рекорд, пока в дело не ввязалась Норвегия. В 2015 году недалеко от Осла появилась статуя зеркального лося, которая оказалась еще больше. Норвежский скульптор Линда Бакке при работе над лосем сказала, что превзойти канадцев было ее целью. Крутяк! А недавно об этом инциденте вспомнили канадские блогеры. Они сказали, мол, бездействие Канады – вопиющее оскорбление. И предложили принять ответные меры в адрес норвежцев. Например, увеличить размер лося в Канаде на пару сантиметров, чтобы вернуть титул. Скажем, поставить его на коньки или водрузить на голову большую шляпу. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Спустя несколько дней глава канадского города выступил с официальной позицией по этому вопросу. Он заявил, что для него решение этой проблемы – дело чести. «Мое послание крайне четкое. Мы вернем корону. Это вызов, который мы примем лицом к лицу. Наш город называется в честь лося. Это четкая связь. Не вижу никаких связей между Норвегией и лосями», – сказал глава города. «Это мы, у нас ничего не получится, что ли? О чем вы говорите? Долой уныние! Долой уныние всем!» Представители Норвегии ответили на это. Они сообщили, что не позволят этому случиться, и что сделают все, чтобы сохранить статус страны-обладателя самой высокой статуи лося. А мы будем внимательно следить за развитием ситуации, поскольку такой скандал между странами не даст соскучиться. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...